Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Анна Гусю и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня по многочисленным просьбам я хочу с вами поговорить об Орхидеи Лекаста. Впервые название Орхидеи Лекаста упоминается еще в древние времена. Так звали дочку царя Трои, Преама. Но к сожалению эта легенда не получила никаких доказательств. И как таковое название Лекаста сейчас относит к древнегреческим названиям. Так звали неописуемую красавицу, которая была в свете царя Диониса, бога Диониса. Ну что, начнем разговор о Лекастах. Итак, Лекасты как таковой род открыли в 1843 году. Джордж Линдли их вывел в один род Лекасты. До этого Лекасты относились к роду Макселярия. Вот у меня есть гибридная Макселярия для сравнения. И вот Лекаста. Они внешне есть схожесть, особенно похоже цветение. Но все-таки они разные. На сегодняшний день описано 45 видов и множество гибридов Лекаст. Особую популярность Лекасты получили в последние 10 лет. Потому что на рынок вышли японцы со своей селекцией Лекаст. Японские Лекасты по праву считаются самыми красивыми из-за размеров цветка. Они сделали ставку на сам размер цветка. При этом растение имеет очень маленький размер листьев и бульб. Вот для сравнения у меня две гибридные Лекасты. Вот одна Лекаста Япония, другая Лекаста гибридная из Эквадора. Насколько большая разница. Вот эта белая Лекаста, она у меня цвела. Кстати сказать, белые Лекасты являются символом Гватемалы. Так, ну что еще сказать. Ареал обитания Лекаст. Лекасты растут в горах Ант. От юга Мексики через Перу к югу Эквадора. Очень большая такая, но узкая полоса произрастания. Соответственно, горные температуры в горах очень имеют большой спектр суточных изменений. Лекасты вообще очень любят влажность. В квартирных условиях залог выращивания Лекаст составляет 40, от 40 до 80 градусов влажность. Тогда вы минуете вредителей, таких как щитовок на листьях, таких как клеща, и у вас будет шикарная зеленая ботва, не поврежденная вредителями. Вот, ну что, хочу вам рассказать еще о Лекастах. Давайте начнем с посадки Лекаст. Но, наверное, прежде этого хочу такую тему болезненную затронуть, как адаптация Лекаст. С этим я столкнулась поначалу своего увлечения. Сначала мой, как бы сказать, сначала моего хобби я решила, что я куплю самые красивые Лекасты. И пал мой выбор на Японию. Но не умея адаптировать эти Лекасты, к сожалению, произошло так, что несколько Лекаст я потеряла. Надо сказать, что Лекасты японской селекции баснословно дорогие. Цены на них начинаются от 80 долларов. Если вы хотите коллекционную Лекасту, цена на нее вырастет буквально до небес. Если Лекаста с выставки. Вот у меня несколько выставочных Лекаст стоит. Тут для меня это прямо гордость коллекции. Потому что на выставках их очень сложно купить и еще сложнее адаптировать. Я прикреплю фото, какие приходят японские Лекасты с выставки. Проблема в том, что через границу, когда везут поставщики нам Лекасты из Японии, нельзя привозить Лекасты и вообще растения с грунтом. И мы получаем подчас растения с голой корневой. Абсолютно в ужасном состоянии, я бы сказала реанимационном. Из-за их жизни, конечно, приходится побороться. Сама Лекаста в принципе растение малоубиваемое. В природе случается так, что Лекасты выдерживают даже пожары, понижение температуры до минус 10 градусов. И выживают. Но видите, в чем разница? Не затрагивает вот эта ситуация корневую Лекасту. А когда Лекасты привозят к нам с Японии, вся корневая у них выпотрошена. Конечно, есть хорошие продавцы Лекаст, которые обворачивают корни в мох. И из-за быстрой доставки у нас получается растение полученное не стрессует. Японские Лекасты, которые получала я, требуют адаптации. Начнем с того, что я использую для адаптации. Вот у меня тут аптечка для Лекаст. По приходу я сразу, как только мы получаем растение Лекаста, замачиваю его. Ну, понятно, что очищаю, просматриваю на наличие вредителей, но от вредителей я никогда растение сразу не обрабатываю, потому что у него и так стресс. Значит, я делаю раствор витаминов, виталайзера HB101 и SuperDrive, исходя из инструкции. Замачиваю воду в теплую буквально на 15 минут, чтобы растение впитало в себя вот эти вот антидепрессанты, как я говорю. После этого мы раскладываем на бумажную салфетку и даем все это аккуратно стечь. Смотрите ситуацию. Если к вам Лекаста приходит с Японии с небольшим ростом, случается это крайне редкая ситуация, потому что, как правило, они приходят цветущие, и в этом случае цветки дороги у нас портятся, мы их обрезаем, и они входят в состояние покоя на несколько лет после этой ситуации адаптации. Вот эта Лекаста пришла ко мне вот в таком размере и просидела так 3 года. И только вот этой весной она выпустила ростик. Поэтому Лекаста орхидея, которая научит вас очень многому, в частности, терпению. Но вот если ситуация, когда Лекаста японская пришла с небольшим ростиком, тогда смотрите аккуратно, чтобы при замачивании в рост не попала вода, потому что рост находится, как воронка внутри растет. И если туда попадает вода, это гарантированно гниль, и гарантированно вы потеряете этот рост. Поэтому вот в ситуации с маленькими ростами будьте крайне аккуратны. И начнем сажать Лекасту. Сразу говорю, что сажаю я Лекасты своим методом, исходя из своих условий. Сейчас расскажу, какой субстрат для них я использую. Значит, я беру кору средней фракции, смешанную с торфом. В идеале взять архиату 3-6 мм. Это такая самая мелкая фракция. Вот у меня нету такой мелкой фракции. Я использую грунт на основе коры с торфом. Вот мы берем одну часть. Дальше мы берем половину такой же части перлита. Перлит нужен нам для воздушного обмена. Грунт для Лекасты я всегда делаю на глаз, но суть, я думаю, будет понятна. Вот так вот буду мешать, чтобы вам было понятно и видно. Значит, добавляем в этот грунт также сирамис. Ну, чуть меньше, чем половину. И еще я добавляю вермикулит. Вот такой вот. У нас очень-очень влагоемкий субстрат получается. Если это кора 3-6 мм, то на этом мы останавливаемся. Если эта кора больше, и нужно его сделать более влагоемким, добавляем еще субстрат из кока чипсов. Но у меня он такой очень-очень даже не кока чипсов, а просто мелкий, вот как стружка кокоса, что ли. Даже не знаю, как это назвать. Короче, субстрат кока. Кока грунт, наверное, он называется. Ну вот. Попробуем как-то вот так вот. Вот такой субстрат, влагоемкий, абсолютно дышащий. Я делаю для своих лекарств. Ну, теперь перейдем к посадке непосредственно лекарств. Вот с этого года я стала сажать лекарств в керамические горшки. Но керамические горшки мы вкладываем только для адаптированных лекарств. Лекарств, которые мы получаем вот только с открытой корневой, я сажаю вот в такие маленькие пложки. Для чего я рекомендую сажать в маленький горшочек либо в маленькую пложку. Они прекрасно растут вот даже в пищевых контейнерах. Потому что корни у лекарств фактически нерабочие. И нам надо добиться роста корневой. Чтобы этого добиться, не надо сразу брать большой горшок, потому что корни будут загнивать. Самое лучшее время для пересадки лекарств, это когда лекарства выпустила небольшой ростик. Вот как здесь. Но еще не пустила корни в грунт. Вот это самое лучшее время для пересадки лекарств. Но в случае, если мы получаем, тут уж без вариантов, надо сажать. Что растения, когда не адаптированы, они небольшие. В среднем лекарства приходят 3-4 бульбы максимум. То есть надо понимать, что за большие деньги вы получаете не так, чтобы слона растения, как это бывает, например, с котлеями. Вот стандартное лекарство, полученное у меня 2 года назад в размере 3 бульб. Вот, пожалуйста. Цена ее порядка 120 долларов была. И до цветения вы еще будете ждать очень долго. Но сейчас не об этом. За опыт выращивания лекарств никому не рекомендую делить лекарства. Это самая главная ошибка. Потрошение корневой лекарства не переносит. И дохнут. Запомните это. Учитесь на моих ошибках. Но рассмотрим ситуацию. В каком случае, в единственном варианте, я берусь делить лекарства. Вот у меня есть вот такое растение, когда оно разделилось уже само. Вот 3 бульбы отдельно, вот эта мелочь поросли отдельно, они живут, вот она так ко мне и пришла. Я ее адаптировала за это время. И пришло время ее пересадить. Ростика пока как такового нет, но наметился. Но вот фактически я ее не делю. Она распалась сама в горшке. Это сигнал для того, что уже пора. Если вы эту ситуацию запустите, у вас в одном горшке будут 2 растения. И будет некоторая сложность. Потому что со временем они могут, эти бульбы, например, уйти на покой, а эти цвести. И абсолютно разные условия, абсолютно разные условия удобрения. Поэтому как бы есть сложность. И вот в таких моментах я стараюсь поделить растения. Так, это лекарство азиатское. от Мики, несмотря на маленький размер растения, взрослое. Вот смотрите, что тут наросло. Ей где-то год назад, я ее по-моему получила. То есть ком уже сформировался. Сейчас задача наша, очень аккуратно, разделить вот эти вот отделившиеся бульбы. не потроша сильно ком. Лекарство. Ну, они вот уже отдельно и болтаются. Фактически. То есть максимально постарайтесь не травмировать корневую систему. Для этого нам потребуется инструмент. Все инструменты обрабатывайте либо спиртом, либо раствором хлорки. Ну, с Богом, ребят. Вот так мы ее тут чикаем. То есть корневую фактически не потрошим. А только вот так вот аккуратно залезаем вглубь и отрезаем. И получился у нас два растения. Вот это вот одна лекарство. Ну, такая девочка. Ей года два для цветения. Ну, смотря как будете ухаживать и кормить. И вот ситуация другая. Вы можете видеть, что корневая сильно не пострадала. В результате наших манипуляций ком остался. Дальше мы ничего не обрезаем, ничего не потрошим. Вот места среза. Ну, они... Тут нету мест среза, но лучше обработать зеленкой. Ну, я вот так... Пересаживать лекарство, значит, после периода покоя я рекомендую. Что такое период покоя, сейчас расскажу отдельно. Значит, вернемся к посадке. Вот этой мелкой поросли где-то до цветения года полтора. Это лекарство от Мики азиатского поставщика. И она уже, в принципе, во взрослом размере. Несмотря на то, что бульбы маленькие. Бульбы маленькие в связи с тем, что разные селекции. Если сравнить вот эту лекарству, она тоже взрослая, но у нее в предках есть ангалуа, схожий род с лекарствами. И в таком случае бульбы у ангалуа очень большие. Вот у меня тут стоит. Они очень близкие по содержанию ангалуа. Ну, вот можно сразу понять, кто в родителях есть гибридных лекарств. Значит, на дно керамического горшка я всегда кладу слой пенопласта. И добавляю грунт сначала вниз. Прижимаю старыми бульбами к горшку, так, чтобы новому росту было куда расти. и заполняю весь горшочек субстратом нашим. Набиваем субстрат плотно, утрамбовываем в этот грунт, если это не японские лекарствы, добавить японский навоз. Но ситуация может сложиться таким образом, что они вызывают излишних мошек. Если у вас есть условия, чтобы от них избавиться, или они не мешают, то пожалуйста, если в квартире могут появиться мошки, то есть с этими будьте аккуратны в ситуации. Вот смотрите, у меня влажность приличная в оранжерее, но в случае квартирных условий я бы добавила еще свежего мха. Этот мох из ближайшего леса собран вот по такому принципу посадки. теперь у нас есть уликасты куда расти и не забываем прикрепить этикетку. Вот относительно это Bau First Spring. У нее вариации цветения есть и розовые и красные. Я делала этикетку розовая, но как цветет еще посмотрим, что расцветет. Будем надеяться, что в ближайшее время, ближайший год-полтора даст она нам прирост и цветение. Вот очень я люблю ставить лекарства вот в такие вот плошечки для того, чтобы нижняя часть дышащие горшки глиняные. Я завела для того, что у меня солнечная сторона и чтобы растение корневая не перекрывалась на солнце, я сажаю в глину. И вот вниз ставлю такую плошку для того, чтобы поддерживалась лишняя влага у корневой, чтобы корни лекарств росли не на поверхности, а уходили вниз вглубь. По поводу полива лекарств. Поливаю их в период круглый год. У меня нет гибридных лекарств как такового сильного периода покоя. Период покоя у меня именно это снижение температуры суточной. Получается оранжерея отапливается от пола. Летом я полы выключаю и соответственно у меня на солнце летом где-то 35, вечером градусов 18, а зимой я поддерживаю суточной температурой днем градусов 20, а ночью бывает до 15, ниже не опускаю. И соответственно вот в зимний период они у меня спят, уходят на период покоя, вот япония до сих пор спит, я их поливаю только по краю горшка и в зиму я лекарства не утопляю. Что касается вот сейчас весна, лекарства просыпаются, появляются у них ростики или цветоносы, вот как на этой лекарстве. Вот у меня тут и ростики с одной стороны и цветоносы. Видно? Вот в этой ситуации растения можно погружать. Погружать в раствор удобрения на одну треть, оставлять минут 15, чтобы корни и грунт лекарства напился. Промокнули воду, 15 минут оставили, лекарства напилась, встряхиваете горшок и ставите на место. Все с поливом. Какие используют удобрения? Недавно общались мы с Пепп, это поставщик эквадженера, директор, и он рекомендовал использовать удобрения пролонгированного действия. Называется оно МОАКОТ 131313, оно сбалансировано от Мукояма. Он говорит о том, что они используют для своих гибридных лекарств именно эти удобрения. Растения у них приходят живые и у них не встречается, но во всяком случае в их поставках очень редко, когда встречается гниль задних бульб. Япония с этим делом очень страдает. И я честно сказать, за годы выращивания лекарств пришла к выводу, что лучше использовать японские удобрения для лекарств японской селекции. Сейчас расскажу. Вот я использую, если это растворить в воде над удобрением вот этой фирмы удобрения. И вот о чем я говорю, что японские лекарствы для них свойственно в период роста съедать задние бульбы. Ну вот либо одну, либо две. Почему это происходит? Потому что лекарствы наращивают новый рост, не имея корней у новых ростов. Они наращивают их за счет ресурсов задних бульб. Если вы получили только лекарству и у вас, например, три бульбы на лекарстве, она выпускает рост и вы теряете заднюю бульбу сразу. Ничего страшного, но внимательно смотрите за тем. Если у вас уходит одна бульба, ну как например, вот у меня, сейчас покажу лекарству, ей два года, вот одна бульбу она съедает, один рост выпускает. В этом нет ничего страшного, я потом с течением времени эту бульбу отрежу. Она высыхает полностью, ее отрежу. Внимательно смотрите за этой ситуацией. Если ситуация я вижу, что выходит из-под контроля, как вот с этой лекарствой, она тянет два роста, ей не хватает сил вытянуть эти росты, потому что она свежепришедшая, два года не в этом году покупала а в прошлом полтора считайте почти года, уже два. Короче, не хватает ей сил вытянуть вот эти два роста, и она начинает жрать одну бульбу за другой. Чтобы так предотвратить эту ситуацию, я вам советую пролить либо антибиотиком, вот у меня тут есть антибиотики Ольги Васильевой, я беру регулярно, в маленькой, достаточно использовать в маленькой ручной фасовке, даже для большой коллекции, потому что срок годности и бактерицидом, для того, чтобы вы не потеряли свое растение, потому что если ситуацию вы упустите, а у меня в коллекции есть и такие варианты, когда ситуация подзапустилась, считается одна, вторая, следом третья бульба, но есть надежда, вот новые росты пошли, один, два, три, может быть вытянет, может быть нет, то есть возможно, что это растение я потеряю, такая вероятность тоже есть, к сожалению, наше увлечение очень дорогое и есть в любых коллекциях есть потери, неважно 5 у вас растений или 250, потери всегда будут сезонные, если коллекционные растения у вас находятся долгие годы и они уже переходят в фазу, когда растение уже регулярно цветет, регулярно растет и ничего у него не гниет и растет, ну, то есть у него шикарная внутри корневая и я понимаю, что от этого растения ну, уже не стоит ждать сюрпризов. Вот у меня Япония, например, тоже взрослая, которая уже имеет, вот она растит бульбу, забудь бы, забудь бы, забудь бы, забудь бы. и вот ситуация, не всегда японские лекарсты даже в таком размере цветут. Вот я хочу именно на японских лекарстах сегодня подсыпать удобрение, которое вот мне посоветовали, для того, чтобы понять. Кстати, вот это удобрение я тоже покупала в группе Ольги Васильевой, оно есть, мало где встречается, но вот именно Мукояма, который использует эквадженера. Так, ну что, попробуем дебют. Даже не знаю, как на глаз. Чего у меня тут ложечка была. Так, его надо буквально чуть-чуть. Тут написано от 1 до 5 грамм, но поскольку у нас горшок не очень большой, ну я думаю, что вот так вот для начала хватит. И соответственно, мне надо подписать, будет на этикеточке, я сейчас ручку возьму, что я внесла это удобрение такого-то числа. Для чего я это делаю? Это удобрение находится в грунте от 3 до 6 месяцев действует. То есть, вот, надо посмотреть. Через месяц-два я вам отчитаюсь по поводу этого удобрения, потому что у меня сейчас вот это лекарство в периоде покоя, это лекарство Geyser Gold Star. Вообще, она на самом деле всегда у всех цветет, но то ли клон такой, потому что по растению видно, что оно здоровое, что ничего его не беспокоит, и вообще пора бы уже цвести, надо совесть иметь. Так вот. по поводу реанимашек хочу вам рассказать. Была у меня лекарство, при пересадке у нее отвалилась задняя бульба. Но сорт интересный, я подумала, ну, может, все-таки попробую я ее оставить, вырастить, чёшь, вдруг пойдет дело. Я эту старую бульбу взяла и кончик почки намазала, сейчас мы ее так подраскопаем аккуратненько, намазала пастой для проращивания почек на фаленопсисах. И Каста выпустила почечку сверху. Я горизонтально положила старую бульбу и обернула мхом. И вот в таком состоянии она у меня растет. Я это, конечно, делала с целью эксперимента больше, реально ли из одной бульбы вырастить. Причем бульба там вот такая была, то есть там не передняя, а задняя такая совсем пожухшая была бульба. Но думаю попробую вдруг пойдет. И вот дал он ростик. Соответственно эту бульбу вот я постаралась ее так попрямее расположить. Она уже подросла, вырастила. Вот уже кроющий можно потихоньку отдирать будет. И она на своих корнях пойдет потихоньку выдаст следующую, следующую, следующую и лет через 5-6 возможно получение цветения от нее, если все пойдет по плану. Вот про какой ситуации я говорила. Иногда лекасты выращивают бульбы не только снизу, но и сверху. Это нормально. природные гены в них просыпаются, потому что они растут бывают друг на друге, не всегда правильно. Вот это тоже японская лекаста. Тоже, кстати, давайте ради эксперимента ей подсыпем удобрение. Вдруг все-таки снизойдет к нам сегодня Япония и выдаст нам богатое цветение по прошествию лет. Подсыпаем удобрение под новые бульбы, под последние, чтобы корням были силы. Не забыть сейчас написать, обязательно пишите этикеточку, когда внесли удобрение, чтобы число было у вас зафиксировано, иначе потом вы потеряете, забудете, возвращаясь к аптечке. У лекасты два врага. Это сезонная обработка от клеща. Я использую карамаита, чтобы листики у вас были чистенькие, красивенькие, высокенькие. От клеща обработаем по весне, потому что спереди жаркие дни, и бывает вот ест клещ. здесь пока нету. Ну вот видно будет капельки на листьях, небольшие капельки, значит поедена клещом. Пока не пришел клещ, слава богу. Ну бывает. Несколько раз у меня было такое, что запустила, и клещ начинает жрать. значит я использую либо керамоито, либо препараты тоже Япония. Почему рекомендую японские препараты? Ребят, ну вы же когда Бентли покупаете, вы же не используете на него дешевую резину там от КамАЗа, зимнюю например. Поэтому имеет смысл, если у вас дорогие растения, дорогой селекции, использовать препараты и удобрения той же страны производителя, где эти растения куплены. Потому что нереально, я вот сколько пыталась, мыкалась с ними, нереально. Для остальных гарантированно цветение, если вы хотите получить, это монофосфат калия. Вот оно действует прекрасно на карге, даже на эквадорских лекарствах прекрасно. Монофосфат калия вы добавляете в полив методом погружения, исходя из инструкции, это где-то 1 грамм на литр воды. То есть у меня тары где-то 3 литра, 3 грамма я добавляю, погружаю. когда бульба сформирована, где у меня тут бульба сформирована, ну вот например вот так. Это Япония. На Японию не смотрите, на карге смотрите. у меня? Вот например бульба сформирована. Господи, только что было, уже и нету. Вот например карги. Бульба не сформировали сейчас, еще ростиков у нее нету, и я понимаю, что она готова к цветению. И вот чтобы стимулировать это цветение, я добавляю монофосфат, калия, по инструкции, погружаю ее, и делаю я это где-то раз в две недели, то есть если полив у меня так раз в неделю, я чередую. Один полив простой водой, один монофосфат добавляю. Значит 3-4 раза, я думаю, что она зацветет. При таком вот для Японии это не действует, честно скажу. Поэтому я столкнулась с тем, что на дорогих японских лекарствах пользуйтесь дорогим японским удоврением. Про антибиотики сказала, значит в случае если бульба у вас гниют, про вредителей сказала, значит от щитовок тоже препараты есть, сейчас очень большой спектр. Так, ну что у меня тут еще есть, фунгицид, доконил тоже использую для предниения бульб. Ну в общем так коротенько обхватило все вроде бы с посадками, с пересадками, я думаю, что вопросов будет много, потому что тема шевотрепещущая с лекарствами, но могу вам сказать, что если лекарство у вас зацветает, не смотрите на то, что цветок один, в случае если это гибридная лекарства, с годами цветение будет только лишь усиливаться. Вот сначала один цветок цветет, потом три, потом пять, и с годами не делите растение, пусть оно у вас будет одним большим тазиком, пусть это будет лучше одно растение в одном большом тазике, которое регулярно вас будет радовать, чем 300 маленьких, которые не цветут. я надеюсь, что вам сегодня моя беседа понравилась на тему лекарств, если она была для вас полезной, подписывайтесь на мой канал, постаралась все охватить, но если есть вопросы, задавайте, всегда буду рада на них ответить, всех целую, обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok